В детском санатории «Жемчужина России» отдыхают и оздоравливаются дети со всей России и других стран. Здесь отдыхают дети из Якутии, Оренбурга, Самары, Екатеринбурга. Детям санаторий очень интересно, им нравится, потому что вожатые, которые сюда приезжают работать, это энтузиасты. Они все время проводят с детьми. С 8 утра и до 21.30 не оставляют детей ни на минуту. С ними проводят игры, соревнования, обучают танцам, ходят на пляж, в бассейн и в завершении каждого дня дискотека. Слышала разговоры детей, им здесь очень нравится, и они хотят еще приехать сюда еще раз. Вот пляж. А на таких автобусах детей возят на экскурсии. Не нравится детям пить минеральную воду в бевете. Вот он этот бевет. Львы встречают, приходят в бевет. Нравится только им кислородный коктейль, который они пьют с удовольствием. Это столовая на втором этаже, в которой дети обедают. Кормят детей плохо, это мое мнение. За полтора месяца, что я работала, детям 4 раза всего давали сметану. И то по чайной ложке к блинам. Салатов не было, была чистая нарезка огурцов или помидор, или зелени без сметаны. Такое не все едят дети. С утра всегда каша, несколько кусочков колбасы и сыра, и кусочек масла. Многие кашу не едят, хотя каша вкусная. Молоко было тоже несколько раз на полник, кипяченое. Кефир несколько раз. Не было ни йогуртов, ни творога. Первое все время готовили на овощном бульоне. Мясного бульона не было ни разу. Да и вообще мясо дети почти не видят. Если только гуляш. Но его кладут столько, что хватает на 2 раза отправить в рот. Я работала в санатории с окон, и директор санатория 2 года назад в интервью с детьми сказал, что ему нравятся вареники. За полтора месяца не было ни разу вареников. Пельмени были только 2 раза. И то невкусные. Даже несъедобные. Когда были сосиски и пицца, дети съедали все. А котлеты, тефтели, в которых мяса даже запаха не было, дети почти не ели. Выпечка была, но невкусная. Поэтому дети после обеда, ужина, завтрака бежали в магазин, который находится на первом этаже под столовой. И покупали себе вкусности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова